Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Результат выборов будет менее предсказуем. Связано это с тем, что избирается большое количество депутатов по большому количеству кругов. И выборы действительно будут носить такой вот открытый состязательный характер. Потому что те крупноизбирательные кампании, которые проходили у нас в прошлом году, в 12-м году выборы президента России, все равно они в той или иной степени носили референдумный характер. То есть голосование о поддержке скорее. Вот сейчас будет все принципиально по-другому. Александр Иванович, я насколько знаю, вы всегда говорили, что с окончанием одних выборов мы начинаем готовиться к другим выборам. Вот сейчас на каком этапе подготовка к выборам на 18 сентября 2016 года? Я вообще считаю, что в последнее время выборы выходят далеко за рамки избирательной кампании. И все основные такие значимые выборы происходят до назначения самих выборов непосредственно. Вот поэтому мы в режиме подготовки к предстоящим избирательным действиям находимся уже более полугода. За это время мы определили схему округов на седании Центра избиркома, направили ее в Государственный совет. Вот на днях 7 апреля Государственный совет утвердил новую схему округов. Она немножко отличается от того, что было раньше. Связано это в первую очередь с демографической ситуацией в республике. И соотношение условно-городского и условно-сельского населения. Если раньше сельского было больше, то есть у нас 12 кругов, это была вся республика, и только 10 кругов, это Чебоксары и Новочебоксарск. То сейчас соотношение практически 50 на 50, и поэтому нам пришлось кардинально перекроить схему округов. 11 кругов, это Чебоксары и Новочебоксарск, половина, а другая половина, вся остальная республика. Что значит кардинально перекроить? Какие районы у нас разделились, какие объединились? Ну, во главу угла мы ставили желание как можно меньше делить административные единицы, муниципальные районы. И я считаю, что, в принципе, нам это удалось. У нас делится только Канажский район, который, в принципе, не может не делиться, потому что в середине Канажского района находится город Канаж. Ну, и он большой по размерам, насколько я понимаю. Да, то есть Канаж плюс Канажский район гораздо больше одного округа. Один город Канаж меньше одного округа. То есть по-любому приходится часть Канажского района прикреплять к городу. Сейчас один округ – это порядка 40-44 тысяч жителей. Потому что у нас общее количество избирателей по республике порядка миллиона. Вот и, соответственно, 22 округа по 43-44 тысячи. Вот и получается искомая цифра. У нас делится практически попал Маликовский район. Тоже тут безвыходная ситуация. Приходится его делить. И немножко, а в частности, три поселения отходят от Комсомольского района. Но тут простая причина. Батровский и Шамушинский районы вместе чуть не дотягивают до нижней границы. Поэтому приходится часть избирателей Комсомольского района передать в этот округ. Александр Иванович, недавно глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о содействии избирательным компаниям в Чувашской республике. Зачем нужен такой указ? Какое вам содействие нужно? Михаил Васильевич, за что ему большое спасибо, он в последнее время постоянно подчеркивает, что органы государственной власти и органы местного самоправления должны создать достойные, оптимальные условия. Он часто употребляет слово «комфортные условия» для работы избирательных комиссий всех уровней. И это не просто слова. Действительно, предстоящая избирательная компания будет очень сложной. Сложной она будет, потому что выборы совмещенные. Одновременно проходят выборы и федерального, и республиканского уровня. Большое количество кандидатов, большое количество мандатов. И, исходя из этого, нагрузка на избирательные комиссии растет, в том числе и на участковые. И поэтому создание необходимых условий для избирательной комиссии сейчас – это одна из первоочередных задач для органов государственной власти. Тот пресловутый административный ресурс, о котором часто говорят, всегда это словосочетание употребляется только в негативном смысле. Ну как же, административный ресурс заставляет людей голосовать так, как они не хотят голосовать. Да, это плохо, безусловно плохо. Но, тем не менее, наш жизненный опыт подсказывает, что злоупотребление административным ресурсом в этом смысле часто приводит абсолютно к противоположному результату. То есть, как бы человека ни заставляли, если перегнуть палку, он сделает все наоборот. Но административный ресурс – это сложное философское понятие, и, как любое другое сложное понятие, имеет две стороны медали. Есть и позитивная, положительная сторона. Без помощи органов местного соуправления, без транспорта, без связи, без помещений, без охраны правопорядка мы, в принципе, не сможем провести выборы. И поэтому вот в этом плане административный ресурс, безусловно, должен быть задействован для того, чтобы создать нормальные условия для организации проведения выборов. И вот сейчас этим и нужно заниматься. Провести мониторинг всех помещений для голосования. Потому что не секрет, что у нас в некоторых районах есть проблемы. Помещения старые, неотапливаемые, давно не ремонтированные. Вот сейчас это нужно все приводить в порядок. Более того, я вас удивлю, если скажу, что даже в Чебоксарах есть проблемы. Почему? Потому что возводятся новые жилые районы, где большое количество жилых зданий абсолютно нет общественных. Нет школ, нет детских садов, нет каких-то учреждений культуры. Где размещать избирательные участки? Это ведь тоже проблема. И сейчас, именно сейчас, над этим нужно задуматься. Александр Иванович, какие новеллы в выборном законодательстве накануне единого дня голосования 2016 года? Каких-то принципиальных изменений нет. Но есть изменения, которые касаются, допустим, участия в выборах представителей средств массовой информации. Если раньше достаточно было показать удостоверение, и журналисту была открыта дорога на любой избирательный участок, то сейчас есть определенные, на мой взгляд, разумные ограничения. Для контроля за ходом голосования, за подсчетом голосов допускаются журналисты, работающие не менее двух месяцев на профессиональной основе в том или ином средстве массовой информации. На основе трудового договора или там иного гражданского правового договора. Не так, что выдали всем за три дня до дня голосования удостоверение, и все пошли по избирательным участкам. Кроме этого, журналист должен быть аккредитован на том или ином избирательном участке для того, чтобы иметь доступ. Ну, я так понимаю, что должно быть обязательно еще и редакционное задание. Что он не по собственной инициативе пришел, а что его действительно средства массовой информации направило для того, чтобы контролировать ход избирательного процесса. А что мне касается средств массовой информации, какие есть изменения? Изменения для избирателей, наверное, самое серьезное изменение, то, что мы опять временно уходим от досрочного голосования, поскольку закон гласит, если на выборах федерального уровня применяются открепительные удостоверения, то и на всех совмещенных с ними выборах должны применяться точно такие же открепительные удостоверения. То есть досрочного голосования? Досрочного голосования на этих выборах не будет. Будут открепительные удостоверения. Они будут выдаваться за 45 дней до дня голосования в территориальных комиссиях и за 10 дней до дня голосования в участковых. Александр Иванович, когда официально начнется выборная кампания? Когда начнется предвыборная агитация? Прямое действие всех норм, связанных с ограничениями, оно возникает только с того момента, как будут объявлены выборы. Когда будут объявлены выборы? А выборы будут объявлены в промежутке с ориентировочным 29 мая по 9 июня. Это выборы депутатов Государственной Думы. Александр Иванович, сейчас очень много говорят о назначении нового руководителя Центральной избирательной комиссии России. Ею стала Элла Панфилова, известный достаточно в России человек. Вы уже встречались? Она собирала руководителя региональных ЦИК? Нет, пока еще такой встречи не было. Мы ожидаем, что в ближайшее время, я думаю, нас соберут. Но это ведь не абсолютно новая для избирательной системы личность. Она и прежде очень активно участвовала во всем том, что было связано с защитой гражданских прав, к которому, безусловно, относятся и избирательные права. И, соответственно, неоднократно участвовала в заседаниях ЦИК России и в круглых столах, и выходила на связь в режиме видеоконференции. Поэтому система выборов для нее не нова. И последний вопрос, Александр Иванович. У вас в кабинете уже висит портрет нового руководителя ЦИК? У меня в кабинете никогда не висело портретов ни старого руководителя ЦИК, ни нового руководителя ЦИК. Я думаю, тоже висеть не будет, потому что я считаю, что это не совсем правильно. Центр избирком Чувашия – это абсолютно самостоятельный и независимый государственный орган, который выполняет функции, предусмотренные законом, не зависит ни от кого. И самый главный начальник для нас – это избирательное законодательство. Вы постоянно в своем решении, в своем выборе? Я думаю, что да. Спасибо большое, Александр Иванович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель Центральной избирательной комиссии Чувашской республики Александр Цветков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова